Ариару, мои маленькие любители покушать, и мы продолжаем играть в такую увлекательную игру, как Airball Space Program. Как следовало ожидать, что мне ничего не может идти по плану? Я не предусмотрел тот факт, что нам может не хватить банальной мощности наших аккумуляторных батарей для передачи очков науки. В связи с этим придется как-то выкручиваться. Для начала я хочу перенести наши контейнеры с наукой на модуль с нашей научной станцией. Благо я могу это сделать, так как на станции есть инженер с необходимым оборудованием. Это нужно для того, чтобы я смог отделить наш посадочный модуль без потерь для нашей станции, и уже впоследствии вернуть ее на землю. Инвентарь Арина, и лестницу надо будет хотя бы одну взять. Сейчас я буду заниматься сугубо тем, чтобы отделять отсюда контейнеры и присобачивать их сюда. Так, замечательно у меня это получилось. Тут два контейнера, даже мне кажется их много будет, но тем не менее, их количество пока мне за глаза хватит. Так, мы входим обратно сюда. Смотрим, у нас тут ничего не осталось, просто стыковочный модуль. А, ну просто наша задача сейчас просто вернуться домой. Мы сохраняемся, но научных данных тут хватит, но нам придется сейчас запускать сюда еще один научный аппарат по такому же типу, который будет снабжен большим количеством электроэнергии и способен, во-первых, снабжать, а во-вторых, способен будет передавать без особых потерь. Так, мы растыковываемся. Топлива у нас тут хватит за глаза, и поэтому я надеюсь, что я ничего не забыл. Надо стартовать примерно вот с такой вот позиции, добавляем дельта В. Так, потратим всего на это 200 дельта В, это просто мизерное количество, тем более, что у нас ее 1000. Так, и планируем наш маневр. Замечательно, мы убираем наши антенны, потому что в них больше необходимости нет. Оставлю, пожалуй, я только одну солнечную панельку. И полетим. Не забудем сохраниться. Нам сейчас нужно будет сугубо прогрейт, то есть противодвижение, чтобы затормозить на орбите. Так, нужно убрать сейчас эту антенну. Замечательно. И в максимальной точке мы начнем по максимуму тормозить. И начинаем газ, чтобы помочь нам затормозить и убрать наш авагелий полностью. У нас ступень полностью закончилась, можно сказать. И мы ее отстыковываем. Все, теперь мы должны только падать. Падаем мы примерно... Ну, я думаю, мы на сушу сможем приземлиться. Сохраняйся, не сохраняйся, сейчас это вообще ничего не изменит. Поэтому мы просто летим вот такой вот штучкой небольшой с инженером на борту. Все, нам агилятор больше не нужен, мы его отделяем. Выраскиваем наши парашюты. Что? Фу! Я думал, они уже не выпустятся, потому что это было очень стрёмно, по крайней мере. Но мы должны сейчас аккуратно приземлиться. Скорость 4 метра в секунду. Это очень маленькая скорость, поэтому... Мы летим постепенно, медленно. Очень медленно. Да, мы... Нормально же приземлиться не можем. Посмотрим. О, гуляй, с помощью нашего инженера... Ой, куда тебя понесло? С помощью нашего инженера все это починить? Каким-нибудь образом? Нет, это никак не тыкается, значит это никак не чинится. Ну, значит мы обратно входим. Так. Закладываем обостановки. Берем образцы грунта. Значит, это новая территория. Беремся. Входим. Входим, я говорю. И возвращаем наш космический аппарат. У нас наука 2000. Замечательно. У нас контракт выполнился. Мы еще смотаем на следующего дня. Научный комплекс у нас 2000 ребят науки. Мы можем изучить новые двигатели, виды двигателей. И, в принципе, наука закончилась, да. А не странно это звучит. Сейчас мы будем пытаться запустить Муна-2 заново. Только в более улучшенной форме. Я попробовал переделать нашу ракету. Сколько у меня это получилось, я точно не знаю. Это надо будет тестировать. Я решил, что надо будет нам вводить наших кербалят с орбитой. Поэтому сделал тут два таких вот кораблика. Полетят на ней у нас два инженера. Я поставил сюда побольше солнечных панель и солнечные батарейки. Насколько они солнечные, я не знаю, но они точно батарейки. Сейчас попробуем вывести наш на орбиту корабль. Ага, попытались, классно. Получилось прям божественно. В итоге у меня такая получается ракета. Я изменил только пусковую часть. Сделал ее более... Более мощный, можно сказать. Я надеюсь, что это даст мне какой-то результат. И вы не будете совершать моих ошибок, которые они очень глупые. Сначала у нас работают, в принципе, вот такие вот двигатели. Потом даже можно было изменить конструкцию. Потом у нас идет работать наши жидкостные ускорители Vector. Так называемые. А после уже у нас идет работать непосредственно сама ракета. В принципе, вот такая вот ступень меня уже просто устраивает, потому что она способна вывозить на орбиту. То есть наши вот эти четыре двигателя, они достаточно мощные. Потом впоследствии их поставим сюда пять, и можно делать эту ступень как возвращающуюся. То есть прикрепить сюда ножки посадочные, сделать сюда парочку парашютиков, ну и дальше по теме. Так. Перегили 79, а по гелии 80. Замечательно. Так. Мы стабилизируемся. У нас тут топливо, топливо немножко осталось, поэтому предлагаю его израсходовать. И теперь нам нужно встроить наш маневр к Муне. Как показывает практика, теперь я буду знать, что к Муне нам нужно помимо 3000 Дельта В, которые необходимы для выхода на орбиту вокруг Кермина, нам еще нужно плюс-минус 800 Дельта В, для того, чтобы выйти на орбиту вокруг Муны. Это будет на самом деле полезная очень информация. В принципе, я мог бы изучить ядерные движки и поставить сюда вместо обычных интерьеров моих любимых. Но, типа, зачем? Тем более, ядерные движки, они имеют свойство перегреваться, что не очень есть хорошо. Все, мы выходим на стабильную орбиту. Сейчас мы входим в поле тяготения Муны, что позволит нам свармовать необходимую орбиту вокруг нее. Все. И в перегелии мы начинаем маневр торможения. Знаете, у нас даже остается Дельта В больше, чем я предполагал. Это очень замечательно. Это значит, что лишние топливные баки здесь были. Но не важно. Значит, я слишком много с собой топлива взял. Ну, бывает. С этим, кстати, у меня частенько бывает проблема, то, что я беру с собой слишком много топлива. Ну, или беру его, не беру его вовсе. С этим возникают некоторые иногда проблемки, поэтому в этом нет ничего удивительного. Маневр по сближению космических аппаратов был показан ранее, так как эта часть не очень интересна и выполняла ей полностью я. Поэтому не вижу смысла показывать несколько раз одно и то же. Так, мы сдаем теперь цель наш узел. Сдаем цель. Замечательно. И убираем наши солнечные панели, потому что при стыковке может так получиться, что они отвалятся. Замечательно. Мы пристыковались даже. Фу. Так, САС и по движению. Теперь, что я хотел сделать? Я хотел сначала попробовать передать очки науки, которые у нас здесь есть, все. Для этого нужно развернуть непосредственно солнечные панельки. Теперь, я надеюсь, нам электроэнергии должно хватать. То есть, я ее увеличил по 4 раза. Да, у нас энергия не успевает уходить, и она пополняет за счет больших у нас солнечных панелей. Замечательно. Передать очки науки? Нет. Начать исследование? У нас будет исследование проходить? Не уверен. Давайте посмотрим у нас контейнер, в котором находятся все данные. У нас в обоих контейнерах начало делать исследование, то есть, у нас в 2 раза больше будет все происходить. Замечательно. Теперь мы ждем, когда у нас вся наука сможет передаться. Но, как я заметил, в этом контейнере она идет быстрее. Это и нормально, потому что у нас здесь есть 2 ученых, а тут один. На самом деле, тут за кадром проходят многочасовые моменты, когда мы просто ожидали, когда завершится очередное исследование, и можно отправлять очки науки в Space Center. Замечательно. И сейчас я выхожу инженером. В интернете есть? Нет, замечательно. Инвентарь открываем, берем отсюда лестницу, всю доступную, баллончик хотя бы один, и вот таким вот образом делаем. Что я хочу сделать? Для начала, отцепить отсюда солнечные панели, переделывайте их сюда. Вообще, моя цель сейчас это разобрать полностью, ну, по максимуму вот этот вот корабль, чтобы эта космическая станция у нас осталась. То есть, вот эта вот часть с моушным моделем осталась у нас наобитие луны, потому что это не первая была вылазка, и не последняя далеко, где мы, когда мы собирали наушные данные с иммуны. Вот. И вот эта вот часть нам, она не нужна за ненадобностью. Так, я топливо все перекачал. Я говорил, то, что зачем нам полностью две рабочие станции, которые не обладают докинг-портами. Я лучше сделаю так, я разберу по максимуму эту станцию. Начну с того, что я отделю наш двигатель, потому что он нам не нужен больше. Надеюсь, что на него мы не наткнемся на орбите, летая. И тем более я ее удалю потом. Расскажу как, но, типа, я сомневаюсь, что об этом никто не знает. Это первый момент. Второй момент, я хотел бы как-нибудь, я думаю, все равно мне, в любом случае, мне понадобится здесь оставить инженера после того, как эти два корабля улетают с нашими учеными отсюда. И одного инженера я оставлю здесь на научной станции. Так, я придумал. Все. Мы берем для начала, прежде чем вообще что-либо делать, я делаю вот как. Складываю эти солнечные панели, вообще все, для того, чтобы наши кербаляты, когда будут переходить из корпуса в корпус нашей научной станции, не поломали все нахрен. Так, все, я переключился на инженера. Замечательно. Так, это было немножко геморройно, но, тем не менее, все солнечные панели должны... Я разместил и остались вот эти вот солнечные панели, которые необходимо разместить. Разместить. Ё-ма-ё-ё-ё-ё! Стоять. Ну, блин. Минус одна солнечная панель, классно. Так, я выхожу теперь отсюда инженером и перелетаю в новую наушную станцию, Поскольку в ней данных осталось очень мало И изучать в дальнейшем Дальнейшее изучение не имеет смысла, мне кажется Аннерера и Ирин Ара... Ири... Ирана Во, какие сложные очень имена Аннерара какая-то, вот это вот Давайте мы с тобой выйдем отсюда И залетим в этот научный модуль И по-быстрому закончим наше изучение Так, и теперь наш... Тут останется примерно 100 данных И я думаю, можно будет улетать Мы уже на этой станции 2 года, почти 3, охренеть Я думаю, это последний раз будет, когда я накапливаю очки науки Потому что зачем нам больше? Типа в этом совершенно нет никакого смысла В общем, объясняю все, что происходило за кадром На самом деле колоссальный Я это все вырезаю, потому что Смотреть на это очень нудно У меня мысли путаются, потому что идей много Потому что я хочу много реализовать Но сделать это как-то в прямом эфире достаточно трудно То я делаю Я истратил всю науку, которую мы получили В ходе нашей монной миссии С помощью наших двух научных модулей Я по-быстрому ее использовал И уже ее все передал Сейчас моя цель какая? Заместить в наши импровизированные ракеты Которые у нас стоят по бокам наших ученых С той целью, чтобы они вернулись обратно на Кирпин Цель моей экспедиции вообще была в том, чтобы вернуть с орбиты Как можно больше человек Но в ходе экспедиции мы выяснили То, что один человек в итоге должен остаться на орбите Им оказывается инженер Чтобы впоследствии была возможность его вернуть Я делаю ход конем Я отсоединяю одну из станций Возвращающихся ступеней Одной из наших ракет И присоединяю ее к нашей научной станции Которая будет находиться на орбите Может быть я не совсем понятно объясняю Но это нужно для того, чтобы в один определенный момент Ученый, который останется на орбите Он сможет взять и вернуться обратно на Кирпин Если будет в этом строгая необходимость Допустим, если у него кончится и далее И что-то подобное случится Кривоватенько, да? Согласен, но что ж ты можешь поделать Теперь мы сохраняемся непосредственно И отделяем для начала нашу первую часть И уже занимаемся тем, что будем ее возвращать на орбиту Открываем солнечную панель Сас и прочные системы я пока включать не буду И занимаемся тем, что строим нашу необходимую орбиту Берегири будет стволить примерно Ну 60 хватит Не 8, а 60 50, да, замечательно, мне хватит Микджейп, маневр планер Экзекьют здесь нот И мы летим Так, ага, забыл включить двигатель Это нормально Убираем антенну Ставим против движения Ждем необходимой нашей Ага, замечательно Мы уже, считай, в плотных слоях атмосферы Поэтому начинаем газовать Стоять Куда тебя понесло, блять Смартас, по идее, должен нам помочь Килл-ротейшн Да, замечательно Она помогает Все, в принципе, меня такая орбита устроит Продолжаем лететь вниз У нас даже до хрена топлива осталось На самом деле Жалко его отбрасывать на него Ну ладно По идее, мы должны нормально сейчас лететь В слои атмосферы И приземлиться где-то на поверхность Ключевое слово где-то По идее, мы на необходимой высоте Можно открывать парашюты Я очень сильно надеюсь, что нам хватит Двух парашютов, которые мы очень криво Разместили на этой посудине Чтобы приземлиться По идее, одного хватило Замечательно, мы приземлились И возвращай наш аппарат Сейчас мне просто интересно Сколько я науки за все это Просто за одну Думайтесь, там Всего три корабля мне запустить пришлось Один, который собрал научные данные Смуны И два научных модуля Которые нам давали всю науку на орбите Семь тысяч науки, ребят Семь тысяч науки Охренеть По идее, нам еще один аппарат придется вернуть Ну а это уже в следующей серии Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...